Как жить без желчного пузыря? Хорошая новость, что у вас остались протоки желчные в печени, поэтому у вас будет продолжать выделяться желчь и будет перевариваться еда. Но плохая новость, что она будет перевариваться достаточно плохо. Почему? Потому что из-за того, что у вас нету как раз-таки вот этого желчного пузыря, у вас не накапливается достаточно большое количество желчи, чтобы когда вы приняли какую-либо еду, у вас достаточно большая дозировка желчи одновременно после приема пищи выделилась, и очень хорошее количество ферментов поступило в вашу пищеварительную систему. То есть, когда вы будете кушать, будет выделяться желчь, но в небольшом количестве. И если у вас есть удаление желчного пузыря, у вас 100% все желчные протоки зажаты. Потому что если бы они не были зажаты, у вас бы не было удаления желчного пузыря. Потому что удаленный желчный пузырь, это говорит о том, что у вас было камнеобразование. Камнеобразование чаще всего возникает из-за того, что есть зажатые протоки желчного пузыря. Желчь не может опорожниться, желчь не может выйти. И что происходит? Происходит застой желчи. Сначала происходит кристаллизация. То есть идет кристаллизация взвесей, песок, потом кристаллизация, конгломераты. И образуются камушки, которые впоследствии увеличиваются в размерах. Возникают вот эти желчекаменные колики. И по итогу вам удаляют желчный пузырь. Можно было вообще в принципе предотвратить удаление желчного пузыря. Если вам интересна эта тема, я обязательно запишу дополнительный ролик о том, как растворить камни и как убрать вообще образование камней. И как предотвратить удаление желчного пузыря. Если вам интересно, то пишите в комментариях, что я хочу, чтобы вы мне помогли избавиться от желчекаменной болезни. Потому что намного лучше иметь желчный пузырь, чем его удалить. Конечно же, если вы уже перенесли операцию, не отчаиваетесь. Но, конечно же, я противник того, чтобы пить ферменты. Многие врачи советуют ферменты. Но если вы начинаете пить ферменты, то ваши ферменты перестают образовываться. Они выделяются намного хуже. И вы окончательно нарушаете естественный процесс пищеварения. Так он хотя бы хоть как-то мог происходить. А из-за того, что вы начинаете пить медикаменты, у вас нарушается полностью весь пищеварительный процесс. И что я еще советую? Обязательно делайте висцеральную терапию. У нас на канале есть видео по висцеральной терапии. Оно сейчас появляется на экране. Можете нажать на видео по висцеральной терапии. И смотрите обязательно. Потому что для вас это максимально необходимо. Что такое висцеральная терапия? Это массаж внутренних органов, массаж ваших протоков. Даже если у вас удаленный желчный пузырь. И даже если у вас есть камни образования, вам обязательно нужно делать висцеральную терапию. Это массаж протоков, массаж внутренних органов. Для того, чтобы расширить ваши желчные протоки, для того, чтобы у вас улучшилось отделение желчи, особенно, когда нет желчного пузыря, чтобы лучше отходила желчь, обязательно нужно утром натощак делать висцеральную терапию. Это первый момент. Также обязательно пейте горячую воду, потому что горячая вода, она расширяет протоки и улучшает пищеварительный процесс. Я противник медикаментов. Если вы хотите какую-то волшебную таблеточку, то, пожалуйста, это не на моем YouTube-канале. Я вам советую естественные методы оздоровления. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш замечательный канал, который помогает естественно оздоравливаться без всяких медикаментов и лекарств. И будьте, пожалуйста, здоровы. Я вас обняла. Я вас поцеловала. Ваша доктор Шагарова. Спасибо.